Принимающему судно-капитану, вот расскажу конкретно о капитанской должности, на что надо обратить особое внимание. Значит, папку посмотреть, порт стоит контрол с последними рапортами. Существует 9 меморандумов взаимопонимания, и вам надо последних пару посмотреть, какие были замечания, закрыты они, не закрыты. Если что-то надо, не закрыто, допустим, заказано какое-то снабжение, сервис, то надо прояснить, какой отзыв, какой ответ от судовладельца, когда это все будет поставлено. Точно так же проверить последнюю инспекцию US Coast Guard. Вы, как принимающий дела капитан, должны понимать, что все замечания, которые не закрыты, они находятся в общей базе порт стоит контрол о всех этих 9 меморандумов. И при нем дела, все незакрытые замечания становятся вашей головной болью. Поэтому отнеситесь к этому очень серьезно. Посмотреть папки с ISM, ISPS, MLC-аудитами, выяснить, есть ли не закрытые non-confirmity и какие приняты меры. Точно так же, допустим, судно под либерийским флагом. Берете папочку, где последняя инспекция, флаг инспекции, и спрашиваете у сменщика, все ли хорошо, насколько успешно она пройдена, какие замечания были и все ли закрыто. Особое внимание обращаю принимающие дела капитана, это посмотреть папку с класса Сюльвеев-Стейтна. Спросить, какие есть замечания от класса, по корпусу или по оборудованию. И если что-то не закрыто, то спросить, уведомлен ли суперинтендант, какие заявки сделаны, когда запланировано. Допустим, во время наочисленных швартовок появилась вмятина на корпусе судна, который сделал буксир. Выяснить, что планировал старый судовладелец. Перенести там ремонт на тройдок или на ближайшее будущее. Поскольку принял уже судно, это вмятина становится вашей головной болью. В моей практике были случаи, когда принимал second-hand vessel, так называемый, и по договору между старым судовладельцем и новым судовладельцем, остаток судовой кассы по описи передавался новому судовладельцу. Обязательно составить стейтмент, в котором указать, сколько вы приняли остаток судовой кассы по описи сдающего дела капитана нового. И это обязательно отправить новому судовладельцу. Обращаю ваше внимание на детальный, тщательный пересчет наркотиков, которые находятся в сейфе у капитана. До последней таблеточки пересчитайте все, до последней ампулы все пересчитайте. Как правило, есть на судне наркотик регистер лист. Посмотрите, чтобы все поступления наркотиков там были прописаны, все списания тоже были отмечены. И принимайте строго по наркотик лист. Если вы видите, что чего-то не хватает, это не беда. Вы просите сдающего дела капитана подкорректировать наркотик лист, чтобы отразить реальное состояние. И он подписывает, вы тоже подписываете, и с этого вы начинаете свою жизнь. Очень важно попросить чек-лист, по которому судовые чертежи, документация принималась с приемки судна. Спросить, где находится судовая документация, которая с постройки. Как правило, это в определенном шкафах в офисе или в отдельной даже каюте. В моей практике это было в отдельной такой небольшой каюте, и там находили все эти папки. Взять элементарно эту опись, которая дается с завода, с постройки, и пробежаться, чтобы убедиться, что эта документация есть. Вы физически не сможете все там проверить внутри, но хотя бы убедиться, что эти папки существуют.